Изо всех щелей нам трындят, как важно вести здоровый образ жизни. Не пить, не курить, правильно питаться, заниматься спортом и вот это вот всё. Никто не спорит, конечно, это важно. Но ведь так хочется позволить себе обожраться любимыми вкусняшками, поваляться дома вместо спортзала, не насиловать же себя. Сложный выбор, не правда ли? Предлагаю обсудить поподробнее. Добро пожаловать на Телблокнет, и сегодня мы разберёмся, что всё-таки лучше. Соблюдать ЗОЖ или вести кайфовую жизнь без заморочек? Раунд первый. Здоровье. Ты скажешь, ну, тут всё понятно, для здоровья необходимо соблюдать ЗОЖ, это же Ежу понятно. Но погоди, психологическое здоровье ведь тоже важно. А у какого человека крепче психика, который каждый день издевается над собой постоянными ограничениями и нагрузками, или кто живёт в своё удовольствие? Но вообще практика показывает, что среди ЗОЖников мало кто себя прям насилует изо дня в день. Обычно у них есть цель, ну, например, решить проблемы со здоровьем, сделать классную фигуру, и это мотивирует работать над собой. Либо они просто ответственные, дисциплинированные, ПП и спорт вошли в привычку и особо не напрягают. Но есть ещё третья категория. Это которые отказываются от сахара, глютена, молочки, не вылезают из спортзалов и бассейнов и с презрением относятся к тем, кто непродвинутый, осознанный, преисполнившийся в сознании и вообще присутствующий в моменте. Это отдельная каста, я таких только на просторах Инстаграма видел. Как думаешь, они существуют в реальности, или это просто такая красивая картинка? Может, у тебя такие знакомые есть? Расскажи в комментариях. Ну а те, кто прям заставляет себя ежедневно преодолевает лень, они, как правило, сдуваются уже через пару недель ограничений и снова начинают обжираться всем подряд, скатываются в ничего не делание и апатию. Я ни одного не знаю, кто прям не хотел и не любил спорт, а потом втянулся. Все настоящие, а не показушные любители активного образа жизни были такими с детства. Кстати, самые толстые люди, по моим личным наблюдениям, это не те, кто просто забил на свое питание и активность, а те, кто сидит на диете и ходит в зал целый месяц, а потом срывает и нажирает все назад за пару недель. Вот у них метаболизм сходит с ума, поэтому организм накапливает жир как не в себя. И наоборот, по некоторым зожникам вообще не скажут, что они пышут здоровьем. Обычно те, кто себя сильно ограничивает в питании, у них какая-то нездоровая худоба, грустные голодные глаза, бледная кожа. Может, для кого-то это идеал красоты, конечно, но, как по мне, выглядит довольно печально. Так что делаем вывод, что зож только вредит? Ну нет, это было бы совсем бредово. Конечно, если без фанатизма, типа питаться одними смузями и весь день стоять в позах из йоги, то здоровый образ жизни каждому будет только на пользу. Иногда можно делать себе поблажки, в виде оливьевки на Новый год или дыши рак раз в месяц, от этого еще никто не умер. Но если в целом ты питаешься здоровой едой, занимаешься спортом или, как минимум, хотя бы ходишь пешком много, достаточно спишь, пьешь много воды и т.д. и т.п., это, несомненно, пойдет на пользу. В этом раунде решение однозначное. Посмотрим, как будет дальше. ЗОЖ-1. КАЙФОВАЯ ЖИЗНЬ 0 Раунд второй. Отношения окружающих. В зависимости от твоего образа жизни люди будут относиться к тебе по-разному. Конечно же, зожники вызывают уважение, они следят за своим здоровьем и обычно по жизни тоже такие правильные, надежные и пунктуальные. Но сам посуди, если чувак перед каждым приемом пищи сидит и считает калории 3-4 раза в неделю хоть в спортзал, да еще и в одно и то же время, то наверняка ему можно поручить важное дело. И если у него такая мощная сила воли, что он может отказаться от бургера или питься в пользу какого-нибудь салатика из курицы с травой, то наверняка способен на настоящие подвиги. Но все же зожники бывают разные. Большинство из них так повернуты на своих принципах, что начинают лезть в тарелки к окружающим. Фу, свиньи, да там же холестерин, ты умрешь от инфаркта. Фу, колбаса, там же канцероген, и ты умрешь от рака. Фу, ты не любишь спорт, как можно быть такой ленивой скотиной и не стремиться стать лучшей версией себя. Фу, ты весишь аж 80 кг, от крайней степени ожирения, у тебя скоро колени, отвальцы и позвоночник в трусы выспится. Думаю, можно и не говорить, что такие кадры бесят всех. Бесспорно, есть адекватные, которые сами соблюдают все свои правила, но никому другому не навязывают. Они действительно вызывают восхищение, но, честно говоря, не всегда, потому что порой подбешивают своей правильностью. В свою очередь, кайфушники без заморочек, как правило, своим образом жизни никого не раздражают, кроме тех особо повернутых зожниках, о которых я уже говорил. С ними весело побухать, они не заморачиваются с калориями и могут выпить с тобой чаю с тортом. Они не помрут, если пропустят тренировку, когда ты приглашаешь отметить ДР. По крайней мере, я не знаю ни одного человека, который бесил бы только из-за своего неправильного образа жизни. Так что здесь счет сравнивается. ЗОЖ 1, КАЙФОВАЯ ЖИЗНЬ 1 Раунд третий. СОБСТВЕННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ Хватит переживать за мнения окружающих, пора думать и о себе. Живем-то мы для себя в первую очередь, а не чтобы кому-то доказать. Ты согласен? Так вот, кто-то утверждает, что кайфует от ЗОЖа. Ну окей, допустим, что эти люди искренне так считают. Они пытаются тупо убедить себя в этом и попантоваться перед другими. Тогда с ними все понятно. Они совмещают два в одном и не испытывают муки выбора. Можно только позавидовать. Но я скорее больше поверю в кайф от результатов этого самого ЗОЖа. Красивой фигуры, сильного выносливого тела, отличного самочувствия и внимания противоположного пола. Тут да, ради этого стоит где-то себя преодолеть, в чем-то ограничить. Чтобы потом пожинать плоды трудов и кайфовать, схватывая восхищенные взгляды на пляже. Хотя отдыхать на пляже и не похавать от души в волн клюзиве и даже не обожраться хачапурями с горячей кукурузой. Разве это отдых? Да ну нафиг. Я лучше без восхищенных взглядов обойдусь. Да и кто сказал, что надо строго придерживаться правил ПП? Можно же в меру следить за здоровьем, но при этом позволять тебе иногда расслабиться, потюленить, потупить в телефон или обожраться любимыми вкусняшками, не сгорая потом со стыда. Но все равно же это будет считаться ЗОЖем. И даже на диете разрешено устраивать читмилы раз в неделю, когда можно сожрать все, что тебе хочется, чтобы потом не хотелось сорваться. А вообще, кому оно все надо? Зная же поговорку, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Все умрем. И далеко не факт, что здоровый образ жизни позволит тебе прожить долгую жизнь и не заработать ни одной серьезной болячки. У Бати есть, точнее был, знакомый, всю жизнь бухал как черт, в 60 лет обнаружили рак, не спасли, умер. Но в процессе обследования у него не нашли никаких патологий внутренних органов, печень в идеальном состоянии, с сосудами, сердцем тоже никаких проблем. А сколько молодых, которые умерли от того же рака? Или со всякими хроническими болячками уже в 30 лет? А есть и другая женщина-зожница, которая в 50 от врачей не вылезает, постоянно что-то лечит. Хотя, наверное, если бы она добила свой организм вредными привычками, все было бы сильно хуже. А может, наоборот, если бы забила на ограничение, жила в кайф, то и болячки бы отступили. Ты как считаешь? У меня нет на этот счет однозначного мнения. В любом случае, насилие над собой никому на пользу не пойдет. Кайф обязательно должен быть. От спорта или от компьютерной игры, от идеально сбалансированного рациона или от любимой пиццы и роллов. Это не суть важно. Удовольствие точно делает жизнь прекраснее. Поэтому я за кайф. ЗОЖ 1, Кайфовая жизнь 2. И подписчики нашего канала в Телеграм тоже. Две трети опрошенных выбрали жизнь в кайф, а не унылый ЗОЖ. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал, чтобы первым смотреть самые жаркие батлы Ютуба. Также заглядывай в наш паблик ВКонтакте и канал в Телеграме, ведь там мы постоянно вместе общаемся и проводим подобные голосования.